всем почули добро пожаловать на мой канал парфюмерии наступила осень сентябрь бабье летом и я для вас подготовила очередную подборку моего парфюмерного гардероба на сентябрь если вам интересна эта тема оставайтесь со мной а мы начинаем сентябрь порадовал нас отличной погодой плюс 30 будет какое-то время и по идее можно носить еще летние ароматы но тем не менее я подстраховалась и сделала подборку именно на прохладные вечера может быть на свежее утро и на погоду которой не весь месяц будет очень-очень жаркой все-таки ориентируясь на последние жаркие лучики уходящего лета но если вы живете в жарких регионах где еще лето будет продолжаться не один месяц и все-таки хотите носить летние ароматы я делала видео подборку моих фаворитов этого летом те ароматы которые я носила чаще всего этим летом и без них вообще не представляю летом такие поливаются башки для меня вкусняшки если вам интересно также и супер летняя подборка посмотрите на моем канале думаю что-то подчерпаете для себя новое и интересное в этом году погода вообще какая-то странная весна была странная лето было не летом как-то летом пришлось носить немножко осенние ароматы весной было много поездок я тестировала очень много парфюмов магазинах и снимала обзоры если вы пропустили также посмотрите там очень много новинок очень много парфюмов я прям побила все рекорды по затестам там буквально за месяц 60-70 ароматов я протестировала и прям таких изучила и поэтому свои ароматы свои парфюмки я-то отодвинула в дальний шкаф до них как-то рука не дошла и всю весну и все лето вспоминала и все хотела достать свой любимчик аромат и достала его сейчас и это у меня малинар за базилик вообще-то для меня это типично ранне весенний аромат с таким классным зеленым базиликом свежий такая зелень ранняя весна но погода то дождь то слякой то солнце как-то непредсказуемая и я уже за эти пару дней сентября его носила достала и думаю но почему бы нет аромат очень такой повседневный аромат простой аромат комфортные уютные зеленый с такой кислинкой с травинкой базилика идеально мне нравится такая тематика в парфюмерии мне нравятся такие ароматы вообще топчик так рада что он у меня есть и начала его носить и по кайфу и шлейф классный стойкость классная цена вообще супер звучание просто бомбезное обратите внимание на этот бренд бюджетный нишевый и конкретно на этот аромат хотелось бы что-то еще из этой линейки они там пределах 40 50 евро можно купить я за 40 евро по моему покупала этот флакон 75 миллилитров прям ну звучание нишевая и цена вот такая за базилик малинард его можно наслаивать так что универсальный аромат если вы видели мою подборку фаворитов летом ароматы которые я очень-очень охотно носила то преобладают там спойлер ирисовые ароматы и достала на осень следующий ирисовый аромат а именно и в сант лорен тренч аромат комфортный уютный здесь инжир но инжир здесь такой терпкий нет такой инжирной сладости фруктовости аромат ирисовый аромат даже с такой какой-то лимонной что ли ноткой комфортный прям как тренч деловой подходящий на работу дома в гости везде спокойный аромат не кричащий не громкий тем не менее ирисовость такая она присутствует обычно для меня ирисовые ароматы это не супер сексе ароматы это не супер шлейфовые и я бы даже сказала не особо комплементарные потому что они такие уютные и они домашние домашние в смысле не от того что вы дома можете их носить но дома вы тоже их можете носить они такие какие-то родные что ли и вот этот аромат он для ирисового аромата довольно такие такой строгий деловой серьезный прям вот для рабочей обстановке он такой подходящий очень очень мне с ним комфортно обратите внимание если любите ирисовые ароматы тренч и в сант лорен линейку и в сант лорен я очень люблю и взяла в подборку аромат который давно не носила как-то носила из этой линейки другие ароматы есть у меня зимние типичные ароматы рушвелюр допустим для меня больше это такой для прохлады аромат и решила я достать и лавальер 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 я тоже обожаю я просто его еще не начала носить интенсивно и в сант лорен я обычно как начинаю носить так я только его и ношу и потом торможу и думаю надо же носить другие ароматы не потому что он надоел или не хочу или устала реальном я прям прилагаю усилия чтобы оторваться от блузы или от рушвелюр и мне нужно прям себя заставить чтобы носить еще что-то но реально можно для меня оставить парочку ароматов этой линейки я бы их носила на ежедневной основе что не свойственно нам с большими коллекциями парфюмов лавальер это тоже финики не финики а инжир постоянно путаю это фигуя мне постоянно вижу это мне кажется что это финики но я в голове то держу инжир но это аромат инжиром роза для меня этот аромат укропчика такой немножко отдаленной какой-то такой бочковой кислинки приятная роза характерная этому парфюмерному дому очень носибельная для меня очень красивая и женственная этот аромат унисекс и да его запросто можно носить носят мужчины и он шикарный он прям ну бомбичный я не знаю но это что-то с ним я познакомилась также в прошлом году уже к осени и чуть-чуть ему прохлада нужно прям на жару на такую мне он не так красив лавальер и в сант-лорен следующий аромат перекочевал у меня с летнего парфюмерного гардероба и хочу его носить сейчас тоже это чай на white назомата такой довольно мускусный спокойный аромат с характерными такими силиконовыми мускусными нотами как у ксерджов но я знаю что люди некоторые не любят ксерджов из-за мускуса но вот этот аромат любят так что тестируйте он довольно таки спокойный очень стойкий иногда цветочки иногда цитрусы иногда мускус он так играет зависимости от погоды вообще топчик аромат жаль что его сняли с производства но вот еще взяла и думаю хватит ли мне 30 миллилитров до конца жизни этого аромата потом же он будет бешеных денег стоить и вот не знаю пока не до дубля но прям большая большая любовь летом носила в августе сейчас носила и могу даже его иногда наслаивать он такой концентрированный достаточно очень универсальный аромат и для женщин и для мужчин мужчины его тоже носят балдеют кайфуют и женщины знаю из своего круга подтверждали и большущий большущий восторг если там black афгана или какие-то другие ароматы назомата вас пугали то это довольно таки тихий спокойный но тем не менее элегантный чайна вайт назомата весной приобрела лимитный флакон назомата садоназа делала кучу обзоров если еще не видели посмотрите распаковку очень крутяшный аромат на лето как-то я его сильно не рискнула носить потому что весной его проносила ну и обратила внимание за счет снятого аромата чайна вайт на другие ароматы александра гальтиерри потому что все они мне в принципе практически нравятся но те которые прям маскулинные я не очень их могу носить например дуру или какие-то еще есть такие парочку ароматов которые прям наверно сильвер маска хотя он мне понравился но надо присмотреться но следующий аромат достала он для меня такой осенний лесной и сейчас подходящий идеально и это у нас бараонда бараонду любят все и мужчины и женщины балдеют от нее просто на ура и для меня назомата я вообще начала знакомство с низшей парфюмерии с назомата бренда так получилось и для меня запахи что тогда что сейчас это вот парфюм пахнет также как и выглядит крышка и для меня вот это какая-то пробковая история открыла пульверизатор он так пряностью пахнет такой пряной нотой и и здесь вот такие какие-то опилочки какой-то вот такое вот дерево в этом аромате для меня он такой лиственный что ли осенний лес золотой листья опадают именно та фаза осени когда золотая осень переходит в дождливую осень и как раз думаю к концу сентября но может быть к середине сентября он будет топчик почему-то так мне ассоциируется так я его слышу очень мощный очень яркий даже его распылять не буду он держится и не брызгалась им и разнашивала его когда и когда получила купила его он такой яркий прям стойкий ну ну дифлорум тоже такой прям но это более более глубокой осени аромат а вот это для меня какой-то демисезонный назамата бараонда собирала сейчас ароматы и ухватила походу случайно в последний вагон он у меня не был в списках этот аромат но я думаю ну давно его не носила классный для меня осенний аромат и это боди чея так он прям потемнел была такая прозрачная жидкость постоял и прям он сконцентрировался прилично ну аромат про розу он такой для меня немножко тяжеловатый не совсем моя история он унисекс мужчины его носят любят он такой даже все тут у меня выливается на ну да правильно выливается то у меня здесь флакон у меня бракованный если вы не видели распаковку рассказывала про него брак в парфюмерии видео у меня есть на канале в папках папки микс по моему можете посмотреть найти до его переворачивать мне нельзя я тут его заклеила он вроде бы как держится но он такой деревяшечный розовый как он может выливаться не дает мне покоя теперь буду вся пахнуть это аромат он довольно такие стойкие хотя поначалу мне показалось что он вообще что брызгался что не брызгался толку от него никакого нет ну ничего так аромат загустел здесь меня наверное мешает роза она такая деревяшечная розово-помадная немножко мрачная что ли и у меня есть от бон 9 аромат но мы сегодня же говорим не о прям любимчиках и фаворитов говорим о тех ароматах которые я хочу носить сейчас из моего гардероба которые я вижу сейчас и мне кажется идеально почему бы и нет пора его достать и может быть подружусь или по крайней мере на какое-то время мне его хватит чтобы положить на полку все он мне тут залью бодичей а ардент если любите древесные ароматы розовые такие лекарственные что ли лесные вот это тоже лесной аромат для меня такой сушеной засохшие листвы такая которая уже рассыпается и всех веточек которые в лесу засохли осенью присмотритесь протестируйте красивые флаконы давно не доставала и решила поносить сейчас mason lancome oranges bigger радость аромат про чай черный чай сладкая линейка обожаю эту линейку ее многие не любят за счет того что все ароматы практически сладкие довольно таки приторные но это прям какая-то медовая карамельная здесь с пульверизатора нотка и апельсинки здесь апельсиновый такой черный чай классный аромат я не все чайные ароматы люблю не все ароматы так сильно ношу но здесь такой целонский по-моему здесь чай с апельсином для меня этот аромат ассоциируется с осенью какой-то чайной церемонии может быть на веранде на летней веранде где начинают опадать листья как раз таки сентябрьский аромат oranges bigger радость mason lancome на осень достала на сентябрь следующую свою любимую конфетку периодически меняю по временам года по месяцам эти конфеты наслаиваю ношу моно ароматы и сейчас что-то захотела его носить здесь османтус османтус я еще не поняла как мне эта нота нравится не нравится кстати у малинар есть османтус аромат и вроде как его нахваливают что офигенный османтус но не знаю сильно с таким моно османтусом я не знакома на старте в этом аромате абрикосы флакон такой соответствует но честно для меня был сюрприз что здесь абрикосы скорее всего они здесь такие сушеные засушенные сухофрукты есть фруктовая такая начинка начинка нотка в этом аромате есть такая какая-то сладость минимальная но не кислость и не заслащенность сухофрукты здесь такие высушенные что немножко дают что ли какой-то древесный потон аромат вот сейчас последнюю неделю его носила чаще всего маляр малинар носила следующие которые будут последние ароматы тоже уже поносила их за эти пару дней сентября и его я прям так хорошо приложилась по три по четыре пшика наносила аромат не супер яркий для меня вот здесь османтус имеет какую-то такую ирисовую тематику для меня ощущение что я ношу вроде как ирисовый аромат но это не ирис и мне нравится к базе странная база у него он для меня звучит я даже оборачивалась носила и когда много народу на вокзале я даже оборачивалась думаю кто курит и для меня какая-то здесь табачная нота вылазит не люблю когда конкретно передо мной курят запах сигарет но здесь именно какая-то что ли нота сигары табачного листа именно такое благородное сигарное звучание но мне казалось реально что или от меня пахнет как-то табаком или кто-то рядом и я понимала что это база у этого аромата так себя выдает но тем не менее табачный лист табак наверное какой-то такой сушености в парфюмерии я хорошо переношу я можно сказать даже люблю и здесь это ограничит на уровне люблю не люблю то есть здесь по кайфу носила и думаю нет все таки базу здесь я обожаю какой же он крутой какой же он классный и несмотря на вот эту вот какую-то сигарность табачность он мне по кайфу мне прям приятно что от меня пахнет минимально не знаю скажет ли со стороны человек там курила я не курила но нет такого отторжения или прям фу-фу-фу сначала такая минимально фруктовая нотка потом ирисовая и потом для меня табачная и я прям вот эти все стадии прохожу с этим ароматом по вроде простенький но для меня он прям такой интересный разносторонний разногранный этот аромат здесь если вы ищете ноту абрикос вы ее сильно не найдете такой наверно как в моем представлении абрикосы такие сочные свежие классные здесь именно сухофрукты и тем не менее аромат ну прям бомбочка зачет на осень ну прям ну вообще мне кажется топ из всех наверно самый идеальный булгари рок-н-ром оранжевая конфета ну и последние три аромата у меня из дома герлен и такие вот у меня три брикетика давайте буду рассказывать что же я достала из шкафа как они классно вместе стоят у меня именно стоят но можно их и красиво положить и что же я решила поносить решила поносить кирби луга и когда я покупала остатки в магазине и покупала я джерзи тубероза мне консультант сказала что вот эти микс двух ароматов просто офигенный для меня тубероза ярче чем кирби луга и когда я их наслаиваю уже носила них вдвоем параллельно я слышу больше туберозу зеленость хрустяще есть вот эту в красоту туберозы офигенной а кирби лугу я слышу мало и она так прям оттенена вообще кирби луга какой-то для меня тихий аромат не стойкий я его не поняла я вот его ношу но я не упала я не балдею от этого аромата как он там является бестселлером что дайте мне да тут нет явной кожи тут больше такая замшевая нота нежная кожа приятная с очень отдаленной кожаной ноты здесь она не такая типичная и не такая брутальная кричащая иногда мне нравится что для меня какие-то ментоловые лимонные ноты выдает этот аромат и это прикольно мне как раз таки как бы он дополняет что ли в эту пудровую такую странную замшевую картину в этом аромате носила его как моноаромат сейчас буду носить миксом и хочу понять нравится не нравится и что это за микс такой но пока фаворитах джорзи тубероза у меня прям топчик и делала подборку на август и там он у меня попадал это для меня бабье лето и решила его с августа перекинуть сейчас раз распогодилось и стало жарко и носить в миксе и посмотреть что из этого будет ну и 3 герлен я решила достать давно его не носила познакомилась с ним как раз таки наверно в августе в июле было очень жарко и мне по кайфу он там это варварская роза там там летом не по кайфу он был именно мне кажется когда жара здесь какие-то пачули роза и выдает это очень такое терпкое классное шероховатое звучание здесь очень интересная роза носибельная такая довольно таки мощно аромат классный франциск курчан по моему его делал и мне приятно им пользоваться наносить его я слышу здесь явно такая роза иногда на ту матч это роза так немножко пригружает но здесь разные мне кажется розы и такая покладистая и такая шероховатая дерзкая и замыленная и помадная и выдает мне свежую розу такую прозрачную легкую зависимости от того на какой стадии он шлифит к базе он шлифит иначе чем он шлифит на старте и поэтому для меня этот очень такой загадочный интересный аромат герленчики опять достала в сентябре надо носить а то давно их особо не носила вот такая была подборка у меня на сентябрь а что вы планируете носить или нет у вас никаких планов и просто спонтанно решаете по настроению по погоде и напишите будет интересно почитать и так как подборка то уже сколько 10 11 ароматов и не стала я включать люксовые ароматы в принципе если вам интересно люксовый микс подборка напишите посмотрю что из люкса люкс я тоже ношу но получается в обзоре очень много сразу все это показывать и напишите как вам больше нравится миксовать нишу с люксом в подборке или лучше делить видео конкретно люксовая подборка нишевая подборка тогда может быть со следующего месяца буду делать именно такие подборки спасибо что досмотрели видео до конца подписывайтесь обязательно на мой канал поставьте лайк мне будет очень приятно и так мы не потеряемся с вами и увидимся в новых обзорах в новых видео всем спасибо за внимание пока пока по скрипту в конце сентября скорее всего буду я в берлине нет нет я не устраиваю никакие фанатские встречи если там вообще есть зрители у меня из берлина я не знаю я о том что скорее всего пойду в магазин и скорее всего буду гулять и зайду может быть в галерею лафойет посмотрю ассортимент в кдв пойду обязательно и может быть найду какие-то новые парфюмерные магазины может быть вам что-то интересное чтобы я посмотрела засняла может быть какие-то новинки затестировала так что пишите есть еще время посмотрю присмотрюсь да это был в берлине или не в берлине парфюмерный магазин такой маленький наверное в берлине там где были арман джейн арма и бренд еще какие-то там да и пишите магазины если вы знаете в берлине какие-то супер бутики открылись или классные куда мне пойти на что посмотреть буду рада вашим советам ну все теперь уж точно пока а